Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект Ладная Я, вот ссылочка на мой сайт, если что. А мы сегодня с вами будем говорить о том, почему не работает излюбленная женская тактика. Мужчина стал себя плохо вести, я сейчас его пущу в игнор, пусть гад перевоспитывается. Буквально на днях видела пример воочию, две подружки сидели, обсуждали, почему у одной из них проблемы в отношениях, и она говорит, вот мой мужчина испортился, он стал себя вести так, он себе слишком много позволяет, а мне это не нравится, а вот то, не это. А вторая говорит, ну так сделай что-нибудь, она говорит, я сделаю, я сейчас включу игнор, и пусть он за мной побегает. А мы сидим за соседним столиком, и я мирно улыбаюсь и пью себе кофе молча, потому что я же не на работе. Но понимаю, что эта тактика не работает, и для того, чтобы не чинить судьбу одной девушки, я решила для вас снять видео, для того, чтобы вы понимали, что эта тактика чаще всего вас ведет в тупик. Сейчас мы с вами разберемся, почему так происходит, что на самом деле предполагает эта практика, а что на самом деле происходит в результате, и как сделать так, чтобы эта ситуация поменялась в ту сторону, в которую вы хотите, собственно говоря. Почему я с вами об этом говорю, да? Я психолог, меня зовут Алла Касаткина, если вдруг вы смотрите канал первый раз, и не знаете, что вот здесь в описании этого видео есть для вас подарочек от меня, курс «Секреты счастливых женщин». Переходите по ссылке, получайте курс. Если кнопочка под видео с указанием канала красненькая, жмем ее, подписываемся на канал, и все новые видео будут для вас приходить на почту напоминалками. У нас очень много полезного на канале. А мы с вами разбираемся, почему уже не работает излюбленная женская тактика. Пущу его в игнор. Смотрите, какая штука. С одной стороны, что движет девушкой, когда она заявляет, что я его пущу в игнор, и пусть он за мной побегает. Она очень хочет контролировать ситуацию. Но как она поступает? Она поступает, как поступает мама с маленьким ребенком, когда выпускает его на детскую площадку. Вот тебе, деточка, свобода в рамках этой площадки. Иди побегай. А мама посидит, ты уже взрослый, ты уже можешь, мама посидит на лавочке. И сидит мама, кусает себе пальцы, заламывает руки, не отрываясь, смотрит на дитятка, чтобы дитятка никуда не влезла. И кричит ему, не лезь на горку, упадешь, не делай того, там-то это случится. Не надо песок есть, не надо девочке сыпать на голову песок. И не надо бить девочку туфелькой по голове. А мама сидит, держит под постоянным контролем. Что делает ребенок? Ребенок может полностью расслабиться и делать себе все, что ему понравится. Почему? Потому что он знает, есть контролирующая организация, если что, пальцы из розетки выдернут, по башке получить не дадут, все будет хорошо, если буду падать с горки, меня подхватят. Мужчина, когда видит ваш игнор, он ведет себя на самом деле чаще всего именно как маленький ребенок, которого мама выпустила на прогулку. Почему? Как думаете? А потому что он знает, что все ваше внимание все равно приковано ко всем его выходкам. И что он начинает делать, когда вы его пускаете в игнор? Он идет тусить с друзьями и вешает фоточки в социальных сетях. Он начинает знакомиться с новыми барышнями на сайте знакомств и активно с ними вести переписку, а вам приходят какие-то сообщения, и вы где-то это отслеживаете на его странице, вы видите, сколько у него новых барышень появилось. Он делает все, чтобы ваше внимание было по-прежнему на нем. И даже если в конце концов он сделал вам уступку, то это говорит не о том, что вы его перевоспитали, что он одумался и что вы такая офигенная. К сожалению, мои хорошие, это говорит только о том, что он прошвырнулся по базару и ничего лучшего не нашел. Везде поперли. А тут уже все прикормлено, тут все знакомо, все известно. И даже если он вам в чем-то вот на столечко поступился в ваших ожиданиях, требованиях, претензиях, он точно знает, как он отыграет это назад. Что он свое возьмет, он точно знает. Мало того, он знает, что он для вас офигенно важен, потому что он только сделал шаг на попятную, вроде как уступая на ваши требования, а вы его тут же приняли. Я обещала, что я дам рецепта, как же делать так, чтобы вот эта вся катавасия с этой игрой в игноры не работала в вашу пользу. Во-первых, запомните, если вы ставите требования к каким-то мужчине, то это не разовая акция. И это не требование на ближайшие два месяца, или, а он все равно нихрена не делает, или он не способен на это, ладно, фиг с ним, пусть остается уже, я его знаю, уже претерпелась к нему, он знакомый. Мои хорошие, вы определитесь. Или туда, или сюда, или мириться, или вы хотите быть счастливыми. Потому что там, где вы миритесь и уступаете, это точно не про счастье. И если вы знаете, что вы не готовы жить с мужчиной, который вас там не уважает, который игнорирует ваши интересы, которому наплевать на то, что для вас важно, у которого не совпадают с вами взгляды на жизнь или мотивация, если вы понимаете, что вы вообще как два коня, которые бегут в разные стороны, то вы понимаете, с вами можно только так, как вам хорошо, комфортно, правильно, по-вашему правильно, и не иначе. Либо так, как вы готовы отступиться от своего, завернуть его, перечеркнуть навсегда и идти только за ним. Определитесь. Или туда, или туда. Потому что либо мужчина совпадает с вами, и вы живете в комфорте, вместе с ним, и уважение есть его, и все хорошо, либо вы полностью становитесь его рабой. Но вам же хочется, чтобы вас уважали. Поэтому определитесь, как с вами, и придерживайтесь четко своей линии. И тогда мужчина будет понимать, это либо моя, и мне с ней по пути, либо не моя, и мне с ней не по пути. И все нормально. У вас пропадает вот эта потребность, как за ребенком на детской площадке следить постоянно за мужчиной, потому что он становится тогда для вас понятен и предсказуем. А это значит, вам легче рядом с ним расслабиться и быть счастливой. Вот такое у меня сегодня для вас видео. Вы, конечно, можете со мной не соглашаться, можете рассказать свои истории, как с помощью игнора вы перевоспитали своих мужчин. Я с удовольствием их выслушаю. И даже если в них будет что-то полезное, другие барышни смогут у вас поучиться. Так что милости прошу в комментарии, ставим лайки, подписываемся на канал. И до встречи в следующих видео. Пока-пока.